Всем привет! Меня зовут Максим Шубин. Это канал Это Реально Интересно. Давненько я не говорил, что это канал Это Реально Интересно. Вообще, довольно мало роликов вышло на этом канале. Сегодня хочется поговорить о том, что же было в 2022 году, каким он был для меня, для моего канала, ну и, так сказать, в целом в стране. А вы, друзья мои, напишите свое мнение в комментариях насчет 2022 года. Что для вас было хорошее в этом году, что было плохое. Я жду ваши комментарии. Я их обязательно прочитаю. Ну что, ребят, я написал плюсы-минусы 2022 года. Что там было, что происходило. Сейчас обо всем по порядку. Начну с плюсов, начну с позитива. В мае я начал учить английский язык и учу его до сих пор. Честно говоря, результаты пока меня не очень радуют, но, тем не менее, я продолжаю. Мне это нравится. У меня есть огромная мотивация учить английский язык, поэтому продолжаем. Второй плюс для меня в этом году. Я устроился в декабре на новую работу. Кстати, я работаю таргетологом. Настраиваю рекламу в социальных сетях. Например, ВКонтакте, в Одноклассниках, в запрещенных социальных сетях на территории Российской Федерации ныне. Так что, если вам нужна реклама в социальных сетях, можете написать мне. Посотрудничаем. Третий плюс и вообще, что было хорошего в 2022 году, лично для меня. Я ездил в довольно большое путешествие по России. Впервые побывал в Москве. Мне очень понравился этот город. Он очень красивый, очень большой, очень дорогой, богатый. Честно говоря, я бы хотел пожить в этом городе. Может быть, когда-нибудь я попробую данный опыт своей жизни. Также я побывал в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря, в городе Ейск. Кстати говоря, у меня есть определенное количество материалов оттуда. В целом, могу сделать отдельный ролик по моему путешествию. Если вы хотите, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ейск – это город-курорт, но я там был в сентябре, примерно в середине сентября. И температура воздуха там была порядка 18-24 градусов. В море я не искупался. Был я там всего лишь 3 дня. И, честно говоря, ну, такое себе. В общем, этот опыт просто был интересный, запоминающийся, но не то, чтобы мне сильно понравилось. Уже в середине сентября 2022 года в городе Ейск было довольно напряженно. Очень часто, не знаю, там, каждые 10, 15, 20, 30 минут регулярно летали самолеты. Буквально в 10-20 метрах на твоей головой. А это очень шумные самолеты. Честно говоря, было, мягко говоря, стрёмно. Мне прям вот хотелось просто сбежать из этого города. И я в итоге не выдержал. И вот на четвёртый день я пораньше утром собрался и просто сбежал из этого города. Потому что, ну, как-то стрёмно там находиться. Немножечко статистики в четвёртом пункте. Я вот, друзья мои, специально зачитаю. За 2022 год на канале «Это реально интересно» было 20 роликов и 2 стрима. Может показаться, что мало в рамках канала «Это реально интересно». Ну, действительно, это очень низкая активность, нетипичная для меня. Но у меня, ребят, есть также канал под названием «Шубин стрим». Там я регулярно провожу стримы, выкладываю ролики, в том числе шортсы. На стримах мы играем в игры, обсуждаем сериалы, кино. Если вам это всё интересно и вы вообще хотите следить за мной более, так сказать, пристально, то, пожалуйста, ребят, подписывайтесь на канал «Шубин стрим». Ссылка, естественно, есть в описании. Буду вас там очень ждать и вы сделаете большой подарок мне на Новый год, если подпишетесь на канал «Шубин стрим». А теперь хочется поговорить о минусах, которые были в 2022 году. Ну, самое очевидное – это текущая обстановка. В странах, где меня понимают на русском языке, к сожалению, это безумие продолжается. И, честно говоря, по личным каким-то ощущениям, по огромному количеству новостей, которые я прочитал каких-то экспертов, типа экспертов послушал и так далее, в общем, какое-то собственное мнение у меня сложилось, что, скорее всего, это продолжится в 2023 году, причём это будет, скорее всего, на весь год растянется, может быть, даже на 2024 год. Это не очень-то, конечно, такие перспективные и позитивные мысли сложились у меня, но какое время такие мысли. Второй очевидный минус – я живу в России, поэтому это касается, в том числе, напрямую меня. Россия стала самой засанкционной страной в мире. У нашей страны там десятки, тысячи санкций, и, честно говоря, это касается, в том числе, и обычных граждан, хотя, казалось бы, в начале этого потока санкций многие считали, что, ой, да, ерунда это какая-то, мы только станем сильнее, только будем лучше жить, ох, как бизнес-то у нас заживёт великолепно, теперь у него не будет вот этих вот иностранных конкурентов, ой, просто великолепно будет. Всё совсем-совсем не так. Третий минус, он больше всего касается тех, кто делает ролики на YouTube, YouTube – это отключение монетизации с российских айпишников, то есть, в принципе, большая часть просмотров на русскоязычных YouTube-каналах стала без монетизации. На самом деле, это очень печально и очень сильно бьёт по многим, в том числе и по мне, и по моим, так сказать, коллегам. Но, друзья мои, я стал также выкладывать ролики на YouTube, Яндекс.Дзен, мою группу ВКонтакте, также у нас ещё есть Telegram-канал, ребят, подписывайтесь, все ссылки, ребят, есть в описании, буду вам очень благодарен, если вы подпишетесь. Ещё один очевидный лично для меня минус – это отключение SWIFT в России. Что вообще такое SWIFT для тех, кто вообще не знает, что это такое? Это технология общения между банками во всём мире, и без этой технологии, к сожалению, зарубежные переводы в Россию теперь крайне-крайне сложно осуществить, плюс они становятся очень-очень дорогими. И, честно говоря, я не могу ими пользоваться, хотя хотелось бы ими пользоваться, друзья мои. В пятом пункте я бы хотел поговорить об играх, теперь их купить или задонатить стало, мягко говоря, затруднительно. Или, можно даже сказать, совсем невозможно. Один из примеров, возможно, вы знаете, что я люблю серию игр FIFA, я бы хотел продолжать играть в неё. У меня была подписка, по-моему, до октября 2022 года, эта подписка закончилась, и всё, теперь я не могу играть в 23 FIFA. Я бы хотел купить либо подписку, либо саму игру, лучше, конечно, подписку, она, мне кажется, более рентабельной. Но, к сожалению, я сделать это не смог вообще никак, то есть и так, и сяк пробовал, к сожалению, ничего не получилось. Возможно, вы знаете, какие это действующие методы, которые работают прямо сейчас. Пожалуйста, поделитесь ими в комментариях, я думаю, будет полезно не только мне, но и другим людям. И ещё один момент. После очередного обновления игры Clash Royale, я вдруг понял, что я не могу в неё зайти. Что случилось? Я стал листать новости по поводу обновлений в этой игре, и оказалось, что, ну, захотели эту игру убрать от российских, так сказать, пользователей. Но, к счастью, это было очень недолго, то есть буквально 2-3 дня я не мог играть в Clash Royale, потом снова смог, всё стало работать, вот и всё. В шестом пункте я бы хотел отметить общую тревожность в целом общества, также лично мою тревожность. Это сказалось негативным образом на моём здоровье. Ну, что могу сказать? Вообще, конечно, человек ко многому привыкает, может быть, даже ко всему привыкает, я тоже не исключение. И как-то, знаете, я немножко стал отпускать эту ситуацию, стало как-то проще жить. И, в целом, вот эта повышенная тревожность вроде бы ушла, и здоровье получше стало, скажем так. В заключении хочется поделиться супер-пупер личной информацией. Я по-прежнему одинок, с одной стороны, это вроде бы хорошо, но, с другой стороны, честно, бывает порой очень-очень скучно. К счастью, эти моменты бывают не очень большими, но, тем не менее, возможно, в 23-м году я смогу найти себе близкого человека, кто знает. Также хочу поздравить вас с наступающим, кого-то уже с наступившим, 23-м годом. Честно говоря, я не умею вообще отмечать праздники, в том числе и Новый год. Как и всегда, я не буду отмечать этот Новый год, не умею, потому что... Поэтому, ребят, пожалуйста, напишите, как вы отмечаете Новый год, что для вас вообще Новый год. Научите меня отмечать Новый год, я был бы не против научиться. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до этого момента. Пожалуйста, ребят, подпишитесь на канал, на все мои другие каналы, обязательно на канал Шубин Стрим. Для меня это будет главным подарком в этом Новом году. Спасибо и пока!